Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр и моя драгоценная жена Арчена. Намасей! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает ответы на важнейшие вопросы, волнующие нас в современности, и делится этими ответами с нами. Сегодня мы продолжим традицию, начатую в прошлом видео. В прошлых двух видео мы ответим на вопросы наших постоянных зрителей. Сегодня у нас вопрос особый. Это не просто от зрителя, не просто от подписчика. Это вопрос от заказчика Арчены, который обратился к ней за диагностикой, за исцелением. Ну, мы не будем называть его полных имен, там, фамилии и прочее. Просто скажем, что зовут его Владимир, он из юга России, и он уже получил от Арчены и диагностику, и исцеление. Но остался глубокий вопрос. Вопрос, который, как мы выяснили, волнует очень многих наших зрителей. О том, когда ждать прихода Мессии, нового Мессии на Землю. Ну, тут сразу целый комплекс вопросов. Кем будет новый Мессия? Откуда он придет? В какой стране он будет? В какую эпоху? Будет ли он правителем России или кем-то иным? В общем, вопрос этот серьезный, глубокий, и Арчена посвятила ему не один день своей работы. Кстати, о работе Арчена я хотел бы пояснить особо, в первую очередь, для ее заказчиков, ну, и вообще для тех, кто планировал к ней обратиться, что Арчена не может работать быстрее, чем это дано Богом. То есть на каждого человека Арчена тратит, ну, как минимум, три дня своей жизни. Она входит в глубокий транс, в медитацию, она считывает информацию. Это очень длительный процесс. После чего записывает все. И потом уже, когда все готово, она записывает индивидуальное видео, которое длится около полутора часов для каждого человека. Поэтому на каждого человека у нее уходит около трех дней жизни. Плюс прибавляйте к этому как минимум день на подготовку и создание нового видео. Плюс ей иногда надо отдохнуть. Она же не робот, она же хрупкая женщина. И она не может, например, работать, получать божественное послание, если что-то беспокоит, тревожит ее. Она не может это делать в стрессе. А стрессы, они случаются у каждого в жизни. Она не может это ускорять или делать это в плохом состоянии духа. Ей нужно находиться в абсолютном покое, в абсолютной гармонии, в абсолютной связи с истоком. А такие дни далеко не всегда бывают в каждом месяце, правда ведь? Поэтому больше чем 6-7 человек в месяц Арчена просто не может объять необъятное. То есть вот это лимит такой, больше которого невозможно сделать. У нее нет этого патагонного метода, когда там по 6-7 человек в сутки. Нет, она работает всегда только на совесть, только с полной выкладкой. И на каждого человека, как я уже сказал, тратит минимум трое суток. Ближайшие как минимум 2 месяца полностью заполнены. И тех, кто уже записался, я просто приглашаю понимать это и ждать терпеливо своего часа. Ну а теперь вернемся к теме нашего видео. Вообще, если взглянуть в историю человечества, то люди всегда, в любую эпоху, ждали мессию. Это доходило до истерических форм, до форм самоубийства, до форм массовых психозов. И в нашу эпоху ожидания мессии в разных совершенно странах мира очень сильны. Давайте узнаем, что видит об этом Арчена. Когда, в какую эру, в какую эпоху придет этот новый мессия. С глубоких времен существует очень ошибочное представление, ошибочная концепция о мессии. Существует некое такое заблуждение, что когда мессия приходит на землю, то это автоматически изменит к лучшему, осветит светом мессии жизнь всех живущих. И представление, что все страдания, все накопленные проблемы, все кармические узлы, все в этот момент растворится и все сразу станет хорошо. И что души, в конечном итоге, все души получат освобождение. Это чьи-то идеи и чьи-то заблуждения. И это игры ума. И это очень далеко от правды. Вы можете заглянуть в историю, вы можете увидеть, что мессии приходили и приходили уже не раз, но страдания на этом не закончились, страдания продолжались и продолжаются по сей день. Почему же тогда, с приходом прошлых мессий, человечество до сих пор не освободилось? То есть сейчас наша задача, в первую очередь, снять иллюзии, снять заблуждения с представления о том, кто есть мессия и зачем он приходит. Единственная разница между мессией и обычными людьми? Прежде чем я дальше углублюсь в эту тему, я хочу сказать, что мессия приходит на эту землю, рождается точно таким же человеком, как любой из нас. Это абсолютно заблуждение считать, что мессия, уже родившись, является просветленным, уже сразу таким просветленным мастером. Нет, это иллюзия. Это с древних времен заблуждения, когда люди свои собственные какие-то иллюзии, игры ума проектируют на другого человека. Все просветленные мастера, великие учителя, они все сталкиваются со страданиями в жизни точно так же, как и вы. Каждый из них точно так же сталкивается с глубокими эмоциональными травмами, с различными жизненными проблемами, состраданиями, с которыми приходится потом работать. Но их проблемы, они просто резонируют с проблемами той эпохи, в которую они приходят. Они абсолютно не какие-то существа из света, которые не страдают, придя на эту землю. А иногда им приходится и приходилось идти именно еще в большие страдания, чем обычным людям. Но глубоко в людях сидит страх перед трансформацией. Поскольку любая трансформация – это своего рода маленькая смерть. И когда мы здесь, на земле, то различные страхи преследуют нас. И для того, чтобы пройти через эту трансформацию к высшим уровням, нужно проходить, идя в смерть. Только тогда, когда умирает старая, рождается новая часть существа человека. Если же цепляться за старое, если пытаться его с собой затащить в новое, то нету пространства для роста этого нового духовного начала. Это очень глубокий процесс, в котором происходит не только умирание старого, но и рождение нового. Но проход через вот эту фазу смерти, он неизбежен. И вот такая трансформация для любого, она очень всегда связана с болью, через боль приходится пройти. Вот через этот процесс, через страдания, через боль происходит возвышение души, переход души на новый уровень развития. И все просветленные мастера, мессии, которые приходили на землю, им тоже приходилось пройти через этот мучительный процесс страданий и рождения в новом. То есть, это индивидуальный процесс. И однажды, когда такой процесс новорождения происходит, этот процесс, он благословляет всех окружающих этого человека. То есть, просветленный мастер своим примером может указывать людям тот путь, трансформации, которые надо пройти для просветления. Но он никого не может из окружающих просветлить просто своим прикосновением или какими-то словами. Это индивидуальный процесс, который каждый должен пройти сам. И каждый духовный мастер, он приходит с какой-то определенной задачей. Учить чему-то определенному людей. Назначение каждого духовного мастера, оно таково. Помочь восхождению людей на именно его назначение, его предназначение, которым он может помочь. И помочь пробудиться вам. Бог, Вселенная, как бы космос, как бы люди ни называли. Бог обладает абсолютной мудростью и он посеял семена этой мудрости в каждом живом человеке. С той поры, как каждый получает возможность в человеческом теле, эта жизнь не должна быть потеряна. Это абсолютно не означает, что только вот эти мессии, эти просветленные мастера, только они обладают этим знанием, которое они несут людям. Ту же самую силу, которую они привносят на землю, семена этой же силы есть в каждом из вас. От себя хочу добавить, что в самом вопросе нашего зрителя и многих других зрителей о том, когда же придет мессия, содержится код, такой психологический код людей, которые всегда ждут, что изменения придут извне. Тогда как это в корне заблуждение, в корне ложное представление. Потому что изменения в сторону большего счастья, гармонии, радости, избавления от страданий, они никогда не приходят извне. Они всегда происходят только изнутри и зависят целиком от тех усилий, которые вы прилагаете для изменения своей собственной жизни. Ведь просто почувствуйте, и об этом же говорили и мессии всегда, всегда говорили, что Бог живет в вашем сердце. Вы дети Божьи, то есть вы созданы Богом, вы существа, обладающие возможностью тоже творить. То есть это дар творчества, данный Богом. И дар изменения себя, дар изменения реальности, это и есть сотворчество с Богом. И только когда вы обращаете внимание внутрь себя, и только когда вы работаете над исцелением собственных душевно-эмоциональных травм, над исцелением собственных неврозов, над выстраиванием хороших отношений с окружающими, над созданием вокруг себя пространства, где людям с вами по-настоящему хорошо, только тогда происходит реальная трансформация вашей жизни. Поэтому ждать мессию, который придет и что-то изменит, это абсолютно утопический, навсегда бессмысленный план. Только когда вы в себе находите источник возможности изменения своей реальности, только тогда она происходит, только тогда. Поэтому по-настоящему мессией для себя можете быть только вы, только вы. Вы мессия для самих себя. Я знаю, что многие россияне уверены, что мессия непременно должен прийти из России. Так вот сказали старцы, так вот сказала Ванга, и так еще кто-то сказал. Но это в России так люди уверены, а в других странах люди уверены, что как раз обязательно от них придет мессия. Абсолютно точно в этом уверены в Израиле, что мессия обязательно будет оттуда. В США люди совершенно точно уверены, что из США. В Азербайджане я знаю, уверены, что придет из Азербайджана. В Индии абсолютно точно уверены, что придет из Индии. И так далее, и так далее, и так далее. Ну давайте узнаем, Арчен, а действительно откуда же придет мессия. В настоящее время мессии уже родились и живут в различных частях света. И как нам определить, что это мессия? Если при взаимодействии с кем-то вы ощущаете, что вы пришли в свой дом, что вам очень хорошо, тепло, гармонично, спокойно рядом с этим учителем, значит, это и есть мессия. Но все, что требуется для этого, это глубокий взгляд, глубинное понимание этих процессов. Например, я могу сказать, когда это пробуждение духовное произошло с мастером Иисусом. Иудеи в ту пору не признали Его как Бога. Для них Он был просто человеком. А христиане, в свою очередь, впоследствии, наоборот, приняли только Его Божественную сущность и совершенно проигнорировали человеческую. И обе стороны они проигнорировали истину, поскольку истина в том, что Он родился человеком, и в то же время Он нес в Себе Божественное начало. So why they rejected it? It's due to this mind ideas, like I said, due to this prejudice. They have a certain ideas and concept that when a Messiah will come, He will be, you know, in such, in a certain way. А почему это произошло? Да потому что у них были свои собственные представления о том, какой должен быть мессия. Что вот Он должен быть именно такой, как они представили себе. Все это происходит из-за того, что у людей есть свои собственные концепции, фантазии, как мессия должен выглядеть. Поэтому, когда Он на самом деле приходит, они Его не узнают, так было и так есть. Но с того момента, когда вы будете слушать свое внутреннее чувство, находясь с тем или иным рядом учителем, с того момента вы научитесь определять, мессия рядом с вами или нет. Но люди никогда не имели этого собственного опыта, что значит быть мессией или чувствовать мессию, поэтому они не могут этого понять. А Бог, Он ведь в каждом поселил эти зерна высокой духовности, и у каждого есть возможность трансформироваться, раскрыть в себе этот божественный исток. Только через строительство внутреннее самого себя, через раскрытие внутреннее самого себя. Только шаг за шагом постепенно раскрывая в себе позитивное начало, раскрывая в себе свет божественный. При этом сталкиваясь со всеми трудностями и страданиями, которые приходят в жизнь. Это очень легко быть счастливым и радостным, когда все хорошо складывается в жизни. Но реальная трансформация у людей происходит только через сильнейшие, глубочайшие кризисы или в моменты переживания уже смерти. Но только столкнувшись с таким жизненным кризисом и не пытаясь от него увильнуть, закрыться, а идя вперед, смело, в глубину этого кризиса, в глубину этой боли, проживая ее, только через это возможно раскрытие себя и истинная трансформация. Самообладание – это процесс развития и становления на все более и более светлый путь. И это никогда не происходит в один день, в одну ночь. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это чудесное послание. Спасибо, Арчена. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте поделиться этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Навастань. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok